Всем здорово и привет, ребята! Сегодня я вам запишу один из, наверное, самых нубских боёв в Art of War 3. Ну, не самый нубский, но однозначно один из самых нубских. Играл я с Боберфлайером. Игрок, конечно же, далеко не сильный, но по прокачке он очень сильный. Поэтому нужно было выживать с моей прокачкой. И я тоже, на самом деле, не только он, я тоже нубил. Так, собираем контейнеры. Собрал я, по-моему, контейнеров чуть больше по земле, чем он. А по морю вовсе собрал, по-моему, 90 или 80% контейнеров. Так, развиваемся. Очень опасно, очень опасно. Вообще, не только в этом турнире, да и в целом в турнирах против конфедерации биться. Потому что против Зевсчета, у меня нету ещё, всё ещё Зевса, против Зевсчета просто нету шансов. Никакого шанса. В общем, ладно. Забрал он у меня сразу сходу все флаги. Мне нужно захватывать. Я почему-то пошёл в третий штаб. Я чаще всего играю на втором штабе и быстро захватываю флаги. И потом только апаю себе третий штаб. Но в этот раз сыграл по-другому. Окей, ладно, ничего страшного. Я всё равно захватываю все флаги, которые мне нужны. Так, здесь этот флаг даёт контейнеры. Это очень важный флаг. Я не думал, что мой противник будет идти к нему фуловыми своими ракетками. У него оказывается... Ну, насколько я почувствовал у него фуловые ракетки, поэтому... Как минимум по урону. Очень жёстко били. И он сразу пошёл, сразу пошёл сюда, в этот флаг со своими ракетками. Мне нужно захватывать один из самых важнейших флагов. Это вот он. Флаг штурмотряда. Очень, ну, неплохая помощь, на самом деле, в бою. Вот этот флаг вообще бесполезный. Он, ну, разве что полезность в нём заключается в разведке. Вертекс, если пролетят над ним, ну, вы заметите. Если вы захватили его, вы заметите, что там, ну, вражеский вертекс. Окей. Едем сюда. Нужно быстрее захватывать. Так, я пока что играю на молотах. Я очень надеялся, что здесь я могу скопить себе нормальное количество молотов и удерживать вот этот флаг, и его нормально так оборонять. Но в итоге оказалось, что у моего противника уже есть Зевс. А рядом ещё и, по-моему, по-моему, фуловый. Вот смотрите, как сильно бьёт. Причём у меня молоты фуловые. Рядом ещё есть рядом эти грены. То есть, грены и Зевс – это просто максимально больно моим молотам. Потому что если бы там были хотя бы пехотинцы, или, допустим, у него там тоже молоты, то хоть как-то можно было посопротивляться. А тут, смотрите, вообще просто как крошку, как семечки. Я начинаю делать каких-то уже пехотинцев против гренов. Ну, какие-то, да, помогают, но собрать всё равно массу у меня не получится из-за Зевса. Зевсу нужно по 30 раз стрелять по Зевсу. Тем более здесь я немного недоконтролил. Как вы видите, я один из моих первых нубских действий. Я просто вижу, я вижу, как моих юнитов атакует вот эта ракетка. Но, несмотря на это, я не отступаю никуда, не пытаюсь собраться. Я всё ещё по одному отправляю. Здесь у него больше Зевсов, грены, всё, они пытаются захватить. Я ничего не предпринимаю. Я захватил вот этот флаг всё-таки. Ааа, блин. Ну, в общем, да, неправильно играл. Ну, немного, немного неправильно всё-таки. И против Зевсов и гренов совсем. Это просто самоубийство играть молотами. Они абсолютно не справляются с ними. Ну, так было на самом деле задумано. А я просто тупо делаю молотов. Потому что у меня ничего нету. У меня просто тупо ничего нету, кроме молота. Я думаю, что хотя бы они будут справляться. Окей, ладно, всё, захватил вот этот. Теперь должны хоть какие-то отряды. Вот его первые отряды с захваченного вот этого флага. Вот этот флаг нам не нужен. Он его тоже отстраивает. Здесь куча зданий пытается строить вообще, чтобы я никуда не двинулся. Ну, не захватил флаги. Хотя, думаю, если бы он потратил все эти ресурсы на увеличение штаба до четвёртого уровня и... Кстати, здесь вертекс... А, да, у него нету пвшек. Если бы он потратил все эти ресурсы на увеличение штаба и быстрее вышел бы Зевс щит, то, думаю, он бы намного быстрее меня победил без проблем. Он не захватывает вот этот флаг, хотя мог бы он отбил мою атаку. Я всё ещё пытаюсь вот этим вот... Вот этот флаг захватить, вот этим флагом занимаюсь, но нифига у меня не получается. Так, у него здесь пвошки ставятся. Пвошки тоже, насколько я понял, очень жёсткие. Блин, я не знаю. Я чуть вот просто краем пролетаю, и всё, вертекса нету. Я тут уже немного решил собраться, вместе с ботом атакануть. Здесь у меня две казармы были. Я их убрал, потому что они очень жёстко мешали по проходу. Эти молоты по одному, просто по одной штуке проезжали от этого места. Окей, ладно, снова пытаемся. Мой противник отступает почему-то. Хотя ладно, в общем, у него очень много гренов, а у нас максимально неправильная тактика. Ну, молоты. Против всего этого должно было быть куча-куча пехов, или, не знаю, вертексы, или вообще Зевсы вообще. Но Зевсы нету. В общем, смотрите, я просто один раз пролетел, и всё. Моего... Всё, обалдеть! Смотрите, догнал, да? Догнал. Всего лишь два этих. Я просто пролетел, и моих двух вертексов нет. Просто они исчезли, испарились. Здесь эти ракетки тоже далеко стреляют. Ну, окей, ладно. Отдаём этот флаг. Уже, кажется, никак не получится. Дальше развиваемся. У него грены, сейчас у него вот тайфуны уже... Короче, он всё делает уже против моего антиэйр, да, короче. Здесь он ставит, кстати, ракетку. Всё ближе и ближе к этому флагу. Уже я, ну, даже краем не смогу захватить этот флаг. Ну, вертексами я пытаюсь снести одного, хотя нет. Я тут одного всё просто пролетел один раз рядом, и всё, вертекса нету. Короче, 900 ресурсов отдаю ради этой ружки. 900 ресурсов ради 300. Ну, просто шикарный отмен. Ну, окей, ладно. Здесь я понимаю, что уже никак. Всё, молотами вообще, что бы ни поделал, всё равно не получится. Окей. У меня какие-то вертексы есть. Я... Так, всё ещё молотый. Короче, как вы видите, я просто произвожу. Здесь они всё дохнут, а он всё дальше и дальше развивается. У него... У него здесь есть ресурсы. Блин, звонят. Чёрт. Ладно, у него здесь есть ресурсы. Он постоянно копит, он забирает их, делает свою базу ещё сильнее и сильнее. А то, что я захватил вот этот флаг, то, что вот эти вот 4 молота и 2 зевса, они ничем мне не помогают. Они всего лишь дают некую разведку, просто сыпятся здесь и всё. Окей, да, ладно. Я дальше собираю армию. Ну, я понимаю, что сбор армии, сбор вот просто делать молотов, мне нифига не помогут. Так. Вот. Армия всё увеличивается, но, к сожалению, это не... Не турнир на штурм, где, захватывая флаги, вы увеличиваете силу всё больше и больше. Там даже щиты и хамы вылезают. Всё больше и больше увеличиваете силу своего отряда. Здесь такого нету, здесь один и тот же отряд с одной и самой периодичностью постоянно будет появляться и появляться. Всё. Так, ладно. Смотрим. Опять, я пытаюсь помочь своему боту, когда он нападает, но, опять-таки, у меня ничего не получается. А мой противник всё дальше, вот уже 4 штаб у него, а у меня всё ещё и 3 штаб. Он вышел в 4 штаб, он сейчас уже будет делать своих торов, этих вертексов. Так, Зевс отсюда. Ну, короче, вообще нету шансов. Нужно копиться теперь. Вертексом уничтожаем вот эту дельту. Вот эту дельту. Она разведала нас. Так, всё, сносим последнюю казарму, потому что совсем уж не могли проехать туда же. Зевс вот отсюда поехал. Так, опять помогаю, опять помогаю своему боту. Нифига не получается, это всё-таки Зевсы. Причём у Боберфлайера не только юниты фуловые, у него даже кушки, кушки, как карты. Короче, карты тоже у него фуловые. Захватываю флаг, толку нет, всё равно он заберёт сейчас. Уничтожит всех моих юнитов. В общем, ладно. Понятное дело, что тут происходит. Так, вертексами мы пытаемся. Вот первым вертексом я показал, где тут находится, что находится. Я направляюсь на вертекса. Но всё равно не получается уничтожить, к сожалению. Ну да ладно. В общем, у него четвёртый штаб уже, щиты, тут Зевсы, куча Зевсов. И Торы сейчас будут. Одного вертекса потерял, к сожалению. Мой отряд. Вот то, что видите, 5 молотов и 2 Зевса. Это всё. Сильнее не будет. Окей, я знаю, что у него теперь, у него этот вертекс. Теперь я должен делать больше тайфунов. Так, я еле как выживал в этом бою. Я думал, сейчас уже всё. Мой противник нападёт на меня Зевс щитом. Всё, я ничего не смогу сделать. Поэтому я решил хоть что-то сделать. Потому что... Ну, что-то необычное. Потому что если тупо идти в щит и молот, то у меня ничего не выйдет. Я даже могу на просторном, на просторной карте побиться против Зевс щита. Всё равно у меня ничего не получится. В общем, я апаю себе Посейдона. Он не докатенный. Вообще не качал его после обновления. Но надеюсь, что справится с заданием. Мой противник вообще забивает на разведку. Поэтому я спокойно пользуюсь этим случаем. Я спокойно делаю себе 4, даже аж 5 Посейдонов. Мой противник вообще не разведывает. Здесь уничтожает моих молотов. Я должен направить... Здесь я наконец-то решаю уже копить свои отряды. Закрывая пути. Здесь я забираю 5 молотов. О нет, 6 молотов. Убиваю ему пехотинца, который пытался захватить вот этот флаг. И тем самым, если бы он захватил, по-моему, вообще я бы потерял силу своего отряда. Да и в целом перехватить его потом заново, это было бы очень затруднительно для меня. Поэтому хорошо, что мне удалось. Хорошо, что у меня были вертексы. Так, ладно. Пытаемся удержать этот флаг. Так, смотрим. Да, пехотинца пока что нету. Мой противник не такой уж и сильный. Хотя, только по аккаунту, разве что. Ладно. Все. Молотов отправили. Отлично. Все. Пускай здесь стоят. Пускай держат этот флаг настолько долго, насколько это возможно. Потому что мне нужно скопить много армии бота. Я должен был это делать намного раньше. Я затупил. Ну да ладно. Это мое нубство. Так, 3 посейдона. Очень даже неплохо. Я все еще произвожу. Мне нужно производить и уже атаковать его базу. База-то сильная у него. Большая. Так, 3 посейдона вполне хватит. Вертекс и его, думаю, которые на базе, ну сколько, ну пару штук, наверное, вертексов весь. Они, думаю, не уничтожат все эти посейдоны. Если даже они не прокачены, они все равно остаются довольно-таки жирными юнитами. Поэтому, так, все, вертекс уничтожается, да, первый вертекс. Отлично. Все еще держим этот флаг. 5 этих осталось. 5 молотов. Было 7. Так, уничтожаем. Я все очень боялся, что у него есть викинги. Уничтожаем ему, так, торпедку. Все уничтожаем, все уничтожаем, все отлично. Так, он пытается, да, вот Торами прилетел. Я вот не показал. Торами он прилетел. Он хотел уничтожить этот завод, завод посейдонов. Но в итоге не смог. Потерял два вертекса. Торов, по-моему, не потерял. Но в итоге все равно я остался в плюсе. Но, блин, через минуту он все равно его снесет. Торов он активно сейчас производит. Активно производит Зевсов, Щитов. Я активно ломаю ему базу. Коплюсь, кстати, вот эти вот отряды. У меня тоже много отрядов. Я думал, уже победа. Потому что я скопил большое количество здесь войска. Не только своих, но и бота. Я бью ему базу. Все уменьшается у него. Все, он идет больше и больше в минус. Здесь он потерял вертекс. Я подумал, это победа. Нифига. Я не ожидал, что он настолько забьет меня, что сейчас увидите. О, кстати. Он, кстати, да, 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 вот. Наконец-то уничтожил мне завод. Не показал. Ну, вы поняли. Короче, здесь был завод. Его уничтожил четырьмя Торами. Два раза. То есть, точнее говоря, один раз ударил двумя. И второй раз. Вот, наконец-то, он начинает нападать. Идет нападение. Так. Посейдоны отстреливают ему гренов. Грены не могут сейчас ему быть полезными. Какую-то пользу приносить. Грены просто тупо умирают. Они заняты умиранием. Погибанием. Так. Сносят первый из клеток. Первый из стенок. Первый из стенок. Здесь я сношу ему все еще. Вот, ЦСки сношу. Да, ЦСки сношу. Я добавил сюда своего щита. Щит у меня фуловый. Я изначально недооценил. Изначально, я думал, это победа. Я недооценил его силу торов. Что он будет вытворять торами? А оказывается, он, ну, практически мне всю базу разнес. Практически. Я только потом очухался. Нифига себе, оказывается, все это торы. Да, типа. Короче, здесь я все еще держу своих молотов. И сейчас нападу. Уже почти у меня фуловый четвертый штаб. Ой. Успеваю, да, успеваю отменить. Успеваю отменить. Почти пятый штаб у меня. Фулл Кло. Все еще разбивает всего его база. Бота уничтожил. Отлично. Окей, ладно. Хоть какую-то пользу, я думаю, он мне дал. Ну, хотя здесь, как мы видели, он просто как семечки. Просто взорвался. Окей. Я решил вот отсюда напасть на него. Вот отсюда не получится. Здесь совсем узкий проход. Узкий проход просто будет как... Ну, лопаться будет. Просто эти молоты будут лопаться, да и все. Здесь я пытаюсь его словить. Я словил, но все равно он уничтожает мне аэродром. Тайфуны есть, но тайфуны мне не помогают, к сожалению. У него довольно жирные торы. А, все-таки один тор не выжил. Так, ладно. Сношу ему тут тайфунов. Окей, тайфунов. Я должен был нормально так держать щитов. Или должен был как минимум хотя бы здесь, когда он избивал бота, я уже должен был здесь обойти и бить его с другой стороны. А в итоге я и щитов профукал своих, и не напал, когда он ботом был отвлечен. И тут еще торы. Я вообще никакие бусты не прожимаю и даю ему уничтожить не только мои эти заводы, но и молотов. И вот тайфуны уничтожил. В общем, ну, зато мои посейдоны все еще работают. Все еще уничтожают ему здание. В общем, я потерял. Вот огромная у меня была армия. Я потерял всю свою армию. Так, здесь бот все-таки приехал. Новый другой отряд. Но отряды моего противника, как мы видим, все больше и больше становятся. Окей. Здесь еще зевсы. Ну, я рад, что здесь я зевсов остановил. Потому что вот эти зевсы поехали бы на меня. Опять атака торами. Я это вижу, но несмотря на это я ничего не предпринимаю. Ужасно. Смотрите, 4 молота. 4 молота просто минус. 4 молота это 600 ресурсов. 600 ресурсов и еще плюс 400 ресурсов. Практически 400 ресурсов. 1000 ресурсов просто минус. Вот забрал вот этот завод. 1000 ресурсов просто минус. Возвращая своих посейдонов. Они нормально так здесь поуничтожали. Здесь куда? Блин, куда я? А, я понял. Короче, я всех молотов забрал. Уже даже отсюда. На защиту своей базы. Он уничтожил. Куча зданий он уничтожил. Я только потом только очухался, что торы оказывается хоть что-то там творят. Блин, они всю базу мне уничтожили, а я даже не заметил. Возвращая себе посейдонов, чтобы они защитили мою не только базу, но и по дороге здесь били всех, до кого могут дотянуться. Опять уничтожая торы практически безнаказанно. Вот почему я не заметил их силу. Они безнаказанны. Здесь на базе никаких ПВОшек нет, кроме одного тайфуна. Поэтому я не замечал силу торов. Они все уничтожали, уничтожали и улетали спокойно дальше. Перезаряжались и уничтожали дальше. Я это не замечал. Вертексом здесь помогаю. Он уничтожает моих зданий, оборону. Торы опять, торы. Ужас. Они бьют завод. Опять вертекса теряю. Блин, короче, 250 или 200. Так, 250, 320 или сколько там было. Забыл, насколько они апаются. В общем, приблизительно 900 ресурсов я потерял. 800 или 900 ресурсов за потерю своего авиазавода. Так, уничтожаем, уничтожаем. Все еще уничтожаем. У меня на базе практически ничего нет. У меня нету армии, кстати. Кто не заметил, у меня нету армии вообще. Вот, его базу смотрим. У него даже пятый штаб. Ну, хотя у меня тоже пятый штаб. Уничтожает мне завод уже. Еще один завод был. Молотов всех уничтожает. Но зато я его здесь на полпути останавливаю, бью. У меня все еще вот этот флаг. Он давным-давно мог бы его захватить. Одним всего лишь пехотинцем, но не захватывает. Здесь у меня отряды хоть какие-то. Они все-таки помогают, когда у противника, доходя до моей базы. Ему вообще пофигу на посидонов, то, что они стреляют по нему. Доходя до моей базы, у него малая армия остается. И вот этот отряд все-таки мне помогает. Все-таки хоть какую-то пользу все-таки я получаю от него. Так, опять Торы. Я до сих пор не понимаю, кажется, их сил. Вот он сносит мне завод. Щита, завод Щита. Все у меня на базе. Даже нет административных зданий. Практически не остается. Ни заводов, ни административных зданий. Я даже буст профукал. Буст, который восстанавливает здания административные. Я его даже профукал. Если бы я профукал вот этот флаг, то можно было спокойно сдаваться, со спокойной душой. В общем, ладно. Все еще избиваем ему армию. Он еще не вышел в море. Я думал, здесь он еще, когда я ушел сюда, опять сносит, так, сносит уже аэродром. Когда я ушел к защите своей базы, я думал, здесь он построит себе викинги, там, не знаю, торпедки, но ничего подобного он не делал. Спасибо. Ну, благо, мне повезло, что мой противник не такой сильный по тактическим, по логическим, по скилловым характеристикам. Так. Все еще выживаем. Я ставлю первый завод. Завод ЗШМ. Окей. Так. Так, 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 так. У меня осталось 5 посидонов. Их было, по-моему, 7 или 6. Какой-то посидон все-таки уничтожил он. Здесь он рушку забирает почему-то. Ну, рушка мне и не нужна была. Теряет, при этом он, по-моему, один из посидонов, да, один из сторов все-таки теряет. У него жирный Зевс. Я вот, кстати, помогаю своему боту щитом, потому что это все-таки фуловый щит, фуловый Зевс и фуловый щит, кстати. И Зевс должен нормально так удержать здесь этих Зевсов. Поэтому щитом помогаю. Здесь я опять начинаю уже передвигаться к его базе. Нужно быстрее уничтожать все доступные здания к посидонам. Так, здесь я восстанавливаю все здания. Нужно быстрее делать тайфунов, потому что, как мы знаем, вот они, Торы до сих пор летят. Торы без остановок производятся. Ставлю еще новый завод. О, господи. У меня даже казармы нет. Казарму нужно будет теперь восстанавливать. Один тор всего лишь, да, я на голд, я на голд обороне. Один тор всего лишь забирает на голд обороне. Представляете, ребята? ЗСМ, ЗСМ-то мощнее будет, чем ЗШМ. Все равно забирает. Ну, половину забирает. А сейчас вот еще один тор и все, забирает еще один. Ну, то есть, завод. Так, забираем уже ему здание. Здесь бьем здание. Очень хорошо мне помогли. Конечно же, я победил в этом бою только лишь благодаря Посейдонам. Ну, и, конечно же, вот этому флагу, который вот чуть-чуть все-таки мне помог. Так, Посейдоны сделали большую часть работы. Они зачистили, они остановили войска. Они по сей, по сей вот час, по сей, по сию минуту все еще уничтожают здание. Вот, к сожалению, я немного недоконтролил, потому что, как мы знаем, если они стреляют по заводу какому-то или, допустим, какому-то зданию, то если какой-то юнит приезжает, если не контролировать, то Посейдоны уже переключают свои цели, переключаются на юнита и тем самым опять уничтожение, да? Тем самым мой противник может отстраивать, просто отстраивать снос своих зданий, просто чинить их, чинить их до до уничтожения Посейдонами. Так, здесь опять он забирает завод Молотов, опять я Апл, но забирает. Так, это мой бот. Мой бот все еще нападает. Хорошо, спасибо. Так, я тут решительно уже ударил, я здесь немного уже начал контролить Посейдонов. И он потерял, по-моему, завод вместе с Зевсом внутри. Так, все еще сносится его база, все еще, так, не даю я ему развиться нормально. И тем более параллельно сам развиваюсь, поэтому все идет сейчас ко мне на плюс. Так, сейчас Торы снова вылетят, да? Опять еще один. А здесь я еще думал добавить, думал добавить еще Посейдонов, Тайфунов. в итоге не стал делать, потому что нужно было сначала потратить тресли на другое. Так, здесь куча уже Тайфунов. Они, да, вот сразу сходу одного из них сносят, и все, отлично. И второго тоже снесли. Если бы я сделал намного раньше этих Тайфунов, то думаю, такой участи своей базы я бы все-таки избежать смог бы. Так, Посейдоны работают без остановок. Все еще работают, весь бой работали, как только они вышли, поэтому это очень-очень было мне на руку. Так, этот Тор, по-моему, тоже сносится сразу без остановок, ну, точнее говоря, без проблем. Бьет по заводам все еще, ну, опять теряет, опять теряет своих Торов. Так, ладно. Останавливаем все-таки, вот Зевсы по одному едут, по одному едут и уничтожаются, по одному едут и уничтожаются. Здесь он сейчас потеряет и РУшку тоже. Я сейчас направляюсь по нему, ну, точнее говоря, сейчас направлюсь. Здесь я по штабу уже, пятый штаб, здесь он отстроился сюда, он даже базу отстроил, вот даже сюда. Поэтому пока что я его еще долго буду уничтожать. Здесь у меня восемь Тайфунов, здесь уже можно не париться, можно ехать уже. Насчет авиации можно не париться. Так, все, едем. Да, едем. Сначала пытаемся уничтожить здесь ракетку и после этого дальше... А, хотя нет, я решил здесь позабирать все-таки эти ресурсы, и после этого начал движение. Так, ладно. Посейдоны все еще ломают базу, ломают, ломают, а мой противник никак не решается. Вот это вот просто стесняется, по-моему. Или, не знаю, стесняется, мне кажется. Не захватил, ну да ладно, не захватил этот флаг. Но, в любом случае, да, если бы даже он сейчас захватил вот этот флаг, то все, весь его отряд двигался бы вот сюда, и я бы их посейдонами бил. Конечно, было бы проблематично, это было бы для него пользой, но... Ах, почти снес, да, почти. По-моему, этого тора я все-таки забираю. Да, забираю, отлично. Двух торов потерял, вертекса потерял, но, блин, я тут не заметил, я должен был, я бы смог, я бы успел починить это здание, ну да ладно, у меня есть два щита, поэтому можно двигаться, я тем более вот апаю одного из заводов щитов. Так, можно двигаться. Посейдоны еще работают, все еще они могут доставать до целей. Так, я тут уже проезжаю, вот тут очень жестко ударил он, потерял я молотов, но у меня много, я тут уже подзабил на бой, я уже победил почти, он потерял свой штаб, он потерял большую часть своей армии, он потерял экономику, он потерял свои заводы, ну, в общем, в целом, вы понимаете, да, что я вышел в жирный плюс, и тем более я вот захватил вот этот флаг, я теперь его контейнер отобрал, он теперь контейнер не забирает, и тем более я их забираю, еще больше плюса. И вот этот флаг все еще за мной, и мой бот все-таки мне помогает. Здесь я уничтожаю его здание, нужно быстрее уничтожить административное здание, здесь его тор атакует, тоже неплохо. Так, тор, тор подыхает, да, бьет, тем более не туда, все отлично. Сносим ему здание, очень хорошо попадает всего лишь одним тором, потому что практически все мои молоты были очень полудохлые. В общем, здесь я уничтожаю ему штаб третьего уровня, и дальше уже все. он ничего производить не может. Все, дальше он, по-моему, даже сдается. В общем, вот такое вот выживание у меня было молотами. Ужасно. Я, короче, взялся наконец-то за своего Зевса. Я не могу, уже не могу. Конечно же, да, я должен был давным-давно понять это. Быстрее нужно было браться за Зевса, но я понадеялся на молота. Я думал, он сильный. Оказалось, что это далеко не так. Ну, в общем, вот такой вот бой. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok